Наши территории на протяжении долгих лет находились под оккупацией. Ведущими международными организациями мира были приняты важные и отражающие реалии, постановления и резолюции в связи с этой оккупацией. Среди них я, конечно же, должен отметить четыре резолюции Совета Безопасности ООН. В них содержалось требование о немедленном, безоговорочном и полном выводе армянских вооруженных сил с азербайджанских земель. Генеральная ассамблея ООН, Организация Исламского Сотрудничества, Движение Неприсоединения, Совет Европы, Европейский Парламент, ОБСЕ, то есть все ведущие международные организации приняли постановления и резолюции в поддержку нашей позиции. Но вопрос так и не находил своего решения. О чем это говорит? Это говорит о том, что постановления и резолюции международных организаций, их исполнение, носят избирательный характер. В некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней, а в некоторых — в течение нескольких часов. Но что касается нашего вопроса, то мы 27 лет ждали исполнения этих решений, но не смогли этого добиться. Поэтому мировое сообщество должно внести свои предложения относительно дальнейшей деятельности международных организаций. Мы, как Азербайджан, готовы к этому. Потому что если принятые решения не притворяются в жизнь, не выполняются, то это, конечно же, заставляет задуматься. Когда в конце концов мы увидели, что все эти усилия, в том числе переговоры, не дают результата, мы использовали фактор силы. Международное право давало нам эту возможность. Устав ООН давал нам эту возможность. Право на самооборону должно быть у всех стран, в том числе и у Азербайджана. Мы восстановили нашу территориальную целостность с помощью силы. Восстановили справедливость, и уже два года азербайджанский народ обустраивает освобожденные земли, восстанавливает там здания, заново отстраивает огромную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров. КВАДРАТ КИЛОМЕТРДЕН БОЮГ ОЛАН ЕРАЗИНИ ЕСИНИДЕН КУРУР.